Добрый день, дорогие друзья! Ах, оперетта, оперетта! Сюжет простой и без секрета. Живые сценки в рампе света. Здесь можно встретить баронетта, услышать нежный звук кларнета. И все это про оперетту. Что такое оперетта? Этот вопрос хотя бы раз в жизни возникал у каждого человека. И каждый находил свой собственный ответ. На самом деле оперетта – это особый жанр театрального искусства. Ее можно определить как музыкальную постановку, которая гармонично сочетает в себе вокальное мастерство артистов с их сценическими диалогами и танцевальными номерами. Оперетта – слово итальянское и означает в буквальном переводе «маленькая опера». Пелече и блеск венской классической опереты начинаются с Аганна Штрауса. Штраус впервые обратился к музыкально-театральному жанру в возрасте 46 лет. Как говорят по совету Жакова Фенбаха, будучи уже всемирно известным композитором, автором бессмертных вальсов, вальсы Штрауса уже тогда были известны и любимы всеми. Именно Штраус создал настоящий шедевр, высочайшее достижение в жанре оперетты – летучую мышь. Друзья мои, я очень рад, родился композитор в Вене 25 октября 1825 года. Его отцом и полной тезкой был известный австрийский композитор. Штраус-старший не желал для сыновей музыкальной карьеры, запрещал им сочинять музыку и учиться игре на скрипке. По иронии судьбы, все трое его сыновей стали композиторами, несмотря на его яростное сопротивление. Так маленький Иоганн, втайне от отца, часто гастролировавшего за рубежом, брал его скрипку и самостоятельно учился на ней играть. Мать поддерживала увлечение сына. Даже поступив в высшее коммерческое училище и подрабатывая щитоводом, Иоганн не прекращал учиться музыке. Чтобы влиятельный отец не смог воспрепятствовать карьере сына, Анна даже подала на развод. В России опереты Иоганна Штрауса занимают особое место в репертуаре театров. Сочинения знаменитого венского композитора пользуются большой любовью публики. И действительно, музыка Штрауса не имеет равных в оперете по своей мелодичности и легкости живописной инструментовки, а его грустные лирические вальсы буквально завораживают слушателей. Зритель вновь и вновь возвращается туда, где море огней, где кипят нешуточные страсти, где печаль всегда светлая, а великая любовь, преодолев все преграды, непременно побеждает и торжествует, а герой оперет, что бы ни случилось, радуется жизни. ПЕСНЯ Для тех же, кто еще пока не нашел для себя ответ на вопрос, что такое оперетта, есть счастливая возможность познакомиться с этим замечательным театральным жанром на галоконцерте Вива Штраус в киноконцертном зале Панорама. Для вас прозвучат арии, дуэты и сцены из оперетты летучая мышь с ее блистательными чардашем Розалинды, дуэтом часы, тостом Орловского и другими фрагментами. Также мы насладимся куплетами ариями и дуэтами Софии и Баренкая из великолепного цыганского барона. ПЕСНЯ Услышим блестящую музыку произведений сказки венского леса, венские голоса, гром и молния, брызги шампанского, которую украсят танцевальные номера артистов балета московских театров. Ну и, конечно, что может быть лучше, чем провести осенний вечер под звуки любимых шедевров и самых популярных оперет великого маэстро? Только возможность послушать эту музыку в чудесном живом исполнении ведущих артистов московских театров. Итак, до встречи. 22 октября галоконцерт Вива Штраус. Приобрести билеты на наши концерты вы можете прямо сейчас на сайте киноконцертного зала «Панорама». Звоните, мы всегда рады слышать вас. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин